Приветствую вас, поскольку вы обращаетесь к психологам и написали вы в раздел психологии, вот, то, соответственно, я отвечу вам именно с этой позиции, с позиции психологии, и скажу, что вот в вашем тексте прослеживается незавершенность отношений с девушкой. То есть, несмотря на то, что она вас бросила, да, возможно, именно по этой причине, да, потому что именно она бросила вас, а не вы, например, её, вот, возможно, именно поэтому вы и до сих пор о ней думаете и до сих пор интересуетесь ею. У вас незавершенные с ней отношения. Возможно, вы восприняли разрыв слишком болезненного, если да, то по какой причине. Возможно, вы надеетесь ещё на то, что вы сможете быть вместе, если да, то нужно выяснять, что стоит у истоков этой надежды, потому что в основе надежды лежит всегда определённое чувство и желание. И это желание, чувство, оно является вашим, и, соответственно, нужно именно с этим разбираться, то есть, какие желания у вас, какие попредности у вас и так далее. Это важно. Соответственно, необходимо понять вам, что вот ваше поведение, да, ваш запрос, скажем так, он ориентирован не на вас, а на девушку. То есть, вам от девушки нужно что-то для себя. И с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, это очень-очень тревожный знак, потому что, ну, по факту, по факту, получается такая история, что вы до сих пор живёте ею. То есть, вы не живёте с собой, вы живёте ею. И до тех пор, пока вы живёте ею, вы не сможете двигаться дальше, собственно говоря. Н movement.. А если вы не сможете двигаться дальше, то вы не сможете быть счастливым. А если вы не сможете быть счастливым. Да? А если вы не сможете быть счастливым, то вы и девочке своей не сможете дать того счастья, например, которое ей нужно. Вы, девочке, например, не сможете дать того, что ей необходимо. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому я вот думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии. То есть с точки зрения психологии вы сейчас занимаете роль преследователя по отношению к этой самой девушке. Вы занимаете роль преследователя. И именно потому, что вы занимаете роль преследователя, вы являетесь жертвой. То есть я рекомендую вам ознакомиться с треугольником Карпмана. Вот. Я рекомендую вам это сделать. Я рекомендую вам посмотреть, что он из себя представляет, треугольник Карпмана. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, что-то делать. Вот. Восходя из этого уже. Двигаться. Вот. Ну. Дальше. 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 Двигаться. Пошли. Вот, вот. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать, как психолог. Соответственно, если вы обращались в раздел эзотерики, то вам, ну, соответственно, лучше обратиться именно туда, да, то есть переадресовать свой вопрос в раздел эзотерику. Вот, вам там ответят, вам там, значит, подскажут, что делать, вам там подскажут даже, возможно, где, собственно, эта девушка, и что с ней происходит, и как она там сейчас, грубо говоря, живёт. Вот. Ну, опять же, если вам это нужно, если вам это действительно нужно, вот, если вы всё-таки хотите этого, несмотря на то, что я сказал, вот, то я думаю, что вам это имеет смысл сделать. Конечно же. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!